Генеральный партнер программы «Новости» – производственное предприятие «Меркурий-2». Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надёжного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Партнер программы «Новости» – медицинский центр «Анапа-Океан». Вы смотрите «Новости» Анапа-Регион. С вами Ирина Меркурьева. Здравствуйте. И начнём с трагедии, которая произошла сегодня в Санкт-Петербурге. Около 10 человек погибли и около 40 ранены в результате взрыва в петербургском метрополитене, который прогремел в вагоне поезда на перегоне между станциями «Синая» и «Технологический институт». Глава муниципального образования город-курорт Анапа Сергей Павлович Сергеев от лица всех анапчан выражает искренние соболезнования членам семей погибших в результате взрыва в метро Санкт-Петербурга и слова поддержки пострадавшим. Известие о страшной трагедии анапчане восприняли с чувством глубокого сострадания. Анапа скорбит вместе со всей страной. В рамках форума органов территориального общественного самоуправления наши гости, делегации из города Сочи, совершили обзорную экскурсию по сельским округам Анапы. Фронт работы анапских активистов не ограничивается центром города. Она активно ведется в самых дальних уголках муниципалитета. В чем сочинцы смогли убедиться лично? Обмениваться опытом решили на практике. Анапским ТОСом есть что показать. Первая остановка в поселке Суворов-Черкесский и сразу события, которые гости назвали историческим. Закладка зеленой аллеи возле памятника Александру Суворову. Сочинские коллеги не скрывают, тем, что делается в Анапе, поражены. Во! Супер, честно говорю. Встречают нас вообще по-царски, по-божески, как сказать, я не знаю, но очень прекрасно, на высшем уровне. Мы стараемся быть достойными. Мы приглашаем в Сочи. Далее экскурсионный маршрут привел гостей в хутор «Рассвет». Возле памятного знака они приняли участие в реквиме по погибшим в годы Великой Отечественной войны. И знакомство с тем, как строится патриотическая работа с молодежью сельского округа. В местном доме культуры гостям показали экспозицию уникальных предметов быта кубанской культуры. Меня интересует история данных поселений, потому что мы мало где вот так выезжали, чтобы это видеть. И я очень любопытствую такими фактами, которые у них сохранились. И они их собрали воедино, чтобы помнить своих. И видеть эти исторические документы для меня как бы это история нашей родины. И они свою родину любят, и я за них очень рада, такая организация какая у них здесь собрана. У нас в Сочи тоже есть музеи, но они немножко другого плана. Здесь оно по-другому смотрится. Следующий пункт программы – посещение армянского культурного центра «Аренберт» селагой Кадзор. Перед гостями выступили лучшие творческие коллективы. Кроме этого, участники экскурсии посетили храм Армянской апостольской церкви Святого Георгия, который открылся в прошлом году. Настоятель рассказал об истории строительства. Возводили всем миром. Теперь здесь поддерживается образцовый порядок. Во многом этот проект стал возможен благодаря взаимопониманию и сотрудничеству с властями. Мы смотрим на все абсолютно по отношению людей к своим сельчанам, по тому, как выглядит сам город, как все выбелено, вычищено. Мы этим тоже занимаемся, конечно, но похоже, что здесь работа ведется более углубленно, скажем так, и больше людей привлечены в это дело. В этот день гости посетили смотровую площадку Большого Утреша, узнали о ходе строительства газопровода «Турецкий поток» и познакомились с удивительной историей святого источника в поселке Варваровка. Завершилась экскурсия в городском театре, где участников форума ждал творческий конкурс среди руководителей органов ТОС «Весенний марафон». Я тоже являюсь председателем совета ТОСа сельского округа в Адлерском районе. И вот то, что я сегодня увидел, это, конечно, меня сподвигло на очень хорошие поступки и на изменение программы в нашей работе. Потому что ваши ТОСы – это нечто другое, чем у нас, потому что у нас большая эмиграция населения. И вот традиции не сразу складываются. У вас настолько все традиционно, веками все это сложилось, и у вас есть чему поучиться. Я просто был восхищен вот той добропорядочностью, вот той обязательностью, вот той массовостью на всех мероприятиях, которые предлагают ТОС, предлагает администрация. К сожалению, мы к этому только пока стремимся и идем. Чудо-юдо-морское угощало гостей из Сочи-Ухой. Одной из них был день рождения. Большая и дружная семья ТОСовцев завершила свой форум дружескими посиделками и творческим конкурсом. Гости из Сочи. Город готовится к приему матчу первенства мира по футболу. Они передают привет Анапе, где будут развернуты тренировочные базы для команд. Так органы территориального общественного самоуправления из разных городов помогают решить одну задачу. Между городами-курортами действует межмуниципальное соглашение. Общественники изучают опыт друг друга. Елена Гриненко встретила в Анапе свой день рождения. Общественной работой им занимается почти 20 лет. Нам в первую очередь бросилось в глаза, что мы заехали, я не первый раз в Анапе. Это постоянная чистота. Она сразу бросилась в глаза. Это зеленая зона, это деревья, которые побелены. И очень это сразу бросается, что везде очень чисто при наличии небольшого количества урн, но мусора нигде нет. Это вот просто мы перед Анапой в восторге от этого. В зале представители 12 органов территориального общественного самоуправления. Первый конкурс кулинарный. Тема в этом году – сказка. Но так, чтобы было чуть-чуть про экологию и развитие туризма. В роли царя Дмитрий Байдиков, заслуженный учитель России, работал начальником городского управления образования. Хочется быть полезным и людям показывать, что даже уходя на пенсию, можно что-то делать, как-то влиять на процессы, происходящие. Не только уборка улиц и прочее, а вот так разнообразить можно. Это праздник, это действительно веселый такой, непринужденный, по-доброму. Все мы друг друга знаем, все как-то одна семья. У станицы Анапской царский стол и уха из судака – фирменное блюдо. Его со знанием дела продегустировали сочинцы. Ляпота, ляпота. У жителей Суворов-Черкесского оригинальная подача на скатерть-самобранку. Это чтобы по-сказочному было. Далее по законам жанра – икра черная, красная и заморская. Конечно, сложно оценивать, потому что все участники талантливые, творческие. Сколько души, сколько времени потратили. Посмотрите, сколько умения вложено в оформление столов. Номера творческие вы увидите, это просто произведения искусств будут. Это совместно с культурой. Это все с вами. Дмитрия Байдикова уже загримировали под «Царя морского». Скоро выход. Тем временем на импровизированной сцене полным ходом действа. Слушай, Настя, ты ведь умница, а выдам-ка я тебя замуж за депутата местных кровей, Алеша. Это о положительном опыте взаимодействия общественников, депутатов, а также муниципальной власти. А новоиспеченного Колобка влек туризм. Сказка ложь – давний намек. Впереди курортный сезон и территориальное общественное самоуправление – один из важных участников процесса подготовки к встрече гостей. В рамках форума территориального общественного самоуправления его участники предложили высаживать в городе фамильные деревья. На специальной площадке обсудили роль молодежи в деятельности ТОС. Сегодня одна из задач – обеспечить преемственность поколений, не растеряв опыт, который молодое поколение считает весьма ценным. Каждый тезис для итоговой резолюции записывают на доске. В зале представителей домовых и квартальных комитетов молодежные активисты ожидают от органов территориального общественного самоуправления больше активности. Хотелось более активного их еще участия, хотя они и так очень активны, но мы бы хотели их видеть на наших различных мероприятиях в качестве участников, может быть, экспертов. Потому что им есть что рассказать молодежи, есть опыт, тот важный, самый неоценимый вклад, который бы они могли передать. Как работать правильно с людьми, как общаться, что и как правильно организовать мероприятия различного уровня. То есть молодежи – это важно и это ценно им знать. Вместе с тем уже сегодня проходят совместные акции. Летом открываются дворовые площадки, где вожатые организуют досуг детей и молодежи. Это очень похоже на детский лагерь с разницей, что все проходит во дворе. Мобильная игровая площадка также пользуется большим спросом. Туда, где ее разворачивают, приходят целыми семьями. Общественники из старшего поколения вспоминают, как раньше общались и играли во дворах. Считают, что сегодня нужно более активно работать именно в этом направлении. Да, вытащить из-за компьютеров. И еще, кроме того, конечно, строить спортивные площадки, куда бы они могли отдать свою силу, энергию. Важна правоприемственность. Молодежь, активная молодежь, формирование ее активной гражданской позиции в дальнейшем ведет этих молодых людей по жизни. Они уже растут и формируются в неравнодушную молодежь, а в дальнейшем в неравнодушные жители города и страны. А потом, возможно, это и наши общественники, так скажем, кадровый резерв органов территориального самоуправления. Валерию Теунову 39. В общественном самоуправлении он около трех лет. Отмечает, что уже сегодня ряды молодеют. Сам он начал заниматься общественной деятельностью по примеру родителей. Теперь подрастает поколение, для которых примером являются такие, как он сам. Здесь просто моральное удовлетворение. Если вы имеете время свободное, не хотите тратить его просто в пустую, просировать свою жизнь, а пойти сделать для своего сельского округа что-то полезное, какие-то взаимоотношения новые, что-то с кем-то познакомиться и привлечь этих людей для работы, для улучшения качества жизни, почему бы это не сделать? Я думаю, что молодежь уже думает по-новому, она видит, что это можно делать, и она не любит сидеть на месте. Результат, что называется на табло, предлагается продвигать лучший опыт, работать с образовательными учреждениями, заниматься духовно-нравственным воспитанием, пропагандой здорового образа жизни. Кроме того, решено, что молодежь и ТОСы будут взаимодействовать во время благотворительных акций. Также возникла идея разрешить высаживать в городе-курорте фамильные деревья, если проект реализуют, то он станет символическим во всех смыслах. Если фамильные деревья – это пока проект, то обычные саженцы уже активно высаживают в городе. Специалисты зеленстроя поделились с нами своими планами. В данный момент ведутся работы по дальнейшему благоустройству. Сеем газоны, косим газоны, ведем работы по благоустройству Пеневского проспекта. В принципе, в этом году уже большой задел в этой области сделан и будет продолжаться делать. В Анапе уже высадили лиственные и хвойные деревья, убрали сухостои и ветки. Не забыли и о цветочном наряде города. На клумбах уже успешно прижились около 30 тысяч виол. Но свой вклад в благоустройство и озеленение, по мнению агрономов, должен внести каждый житель. Как говорится, у хорошего мужчины три задачи – посадить дерево, вырастить сына и построить дом. Поэтому приглашаю и призываю всех настоящих мужиков, амщан, провести работу по благоустройству прилегающей территории к своим домовладениям. Это будет радовать глаз не только их, но и будущие поколения. Благоустройство города набирает темп. Сегодня городские коммунальщики начали покраску малых форм лавочек и урн, начиная от Русских ворот до Парка Ореховой рощи. Популярное место для прогулок после зимы требует обновления. Только в этот день в порядок привели более полусотни скамеек и урн. Также в планах, прямо в ближайшее будущее, то есть мы будем заниматься покраской парапета набережной, это от парохода до капитана. Также силами предприятия «Римстрой» производится покраска дорожных бордюров по всему городу. Это улицы Крымская, Красноармейская, Шевченко, Самбурово, то есть все центральные улицы. 29 марта в Парке Победы на Поклонной горе в Москве состоялся 14-й смотр песни и строю воспитанников кадетских корпусов и школ из российских регионов. В числе участников смотр выступили и школьники казачьего класса 12-й школы Станицы Анапской. В смотре соревновались более 800 кадетов и воспитанников казачьих классов, но анапчане показали настоящую военную подготовку и выправку. В результате заслуженной победы и кубок лидера у анапских школьников. На железнодорожном вокзале Анапы победителей встречала целая делегация. В это воскресенье утро на перроне железнодорожного вокзала было весьма людным. Родители, педагоги, друзья – все с нетерпением ожидали прибытия скорого поезда из Москвы. Победа анапских школьников на всероссийском конкурсе «Песни и строя» – это результат сложнейшей подготовки. Гордость и счастье просто переполняет. Вот за то, что дети наши победили первый раз. И такое событие они везут кубок. Заняли три первых места в номинациях. То есть это потрясающе. Вы представляете, если дети победили, то какое счастье-то у родителей. Очень, конечно, благодарна нашим наставникам, потому что они их сумели сплотить. А наставники также в числе встречающих. Это администрация Анапского сельского округа и представители казачества. Это наша общая работа с казачеством. Это у нас 13 казачьих классов в школах в станице Анапской. И очень мы гордимся тем, что наши казачата заняли первое место среди 60 команд Российской Федерации, которые с соревнованиями приходили в Москве. И они показали себя в отличной форме. Показали, что у нас казачество есть, живет и будет жить вот в них, в этих мальчишках и девчонках. Это работа наших казачьих преподавателей, казачьих наставников и казачьего общества станицы Анапска. Стариков наших, которые довольно-таки часто и твердо занимаются с казачатами по военно-патайчистской работе. Ну и везде с ними каждый день. Так что эта работа проявляется в соревнованиях. И вот он долгожданный момент. Поезд Москва-Анапа прибывает точно по расписанию. Две минуты на общение с родителями и команда на построение. Глядя на слаженность, дисциплину и выправку школьников, сомнений не остается. Эта победа была заслуженной. Ребята стали победителями в трех номинациях. Спортивные соревнования, смотр-конкурс, строевая песня и прохождение торжественным маршем. Подготовка перед отбытием, конечно, была серьезная. За месяц мы уже начали подготовку строевой песни, строевой подготовки, прохождение, то есть строевым маршем, песни, естественно. Далее также дети учились заниматься коллективными мероприятиями, такими как викторины, такие вещи, как бег в составе подразделения. Ну и тому подобное. Значит, по пути следования уже в Москву мы уже не теряли время и уже в вагоне. Тоже изучали викторины, изучали там про Великую Отечественную войну. Кроме этого, школа номер 12 была награждена грамотой председателя ДСААФ России генералом-полковником Александром Калмаковым за активную гражданскую позицию и высокие показатели работы по военно-патриотическому воспитанию детей и молодежи. Администрация муниципального образования город-курорт Анапы информирует, что в период с 22 по 24 апреля в связи с днями поминовения усопших движение автомобильного транспорта на подъезде городскому кладбищу будет ограничено. По улице Мирной на участке от улицы Чехова до улицы Народной движение будет односторонним в направлении от Чехова в сторону Народной, а по улице Народной на участке от улицы Мирной до Анапского шоссе в направлении от улицы Мирной в сторону Анапского шоссе. Маршрут номер 11, следующий от 12 микрорайона к городскому кладбищу, с 3 по 24 апреля будет осуществлять пассажирские перевозки ежедневно. И в завершении выпуска информации от наших партнеров. Производственное предприятие «Меркурий-2» успешно ведет строительство нового многоквартирного комплекса «Кавказ». Строительная компания приглашает приобрести надежную недвижимость по разумным ценам. Представляем вам еще одного партнера программы новости. Медицинский центр «Анапа-Океан» – это качественная комплексная медицинская помощь. Начинает первичные консультации и диагностики амбулаторно-поликлинического и стационарного лечения, включая реабилитацию. Доверяйте свое здоровье профессионалам. Все выпуски новостей вы всегда можете найти на нашем сайте anaparegion.ru. А я с вами прощаюсь. До встречи. Медицинская программа для вашего ребенка. Ежемесячный профилактический осмотр. Неограниченное посещение врача-педиатра в случае болезни. Скидки на дополнительные услуги центра до 20%. От 3500 рублей в год. «Анапа-Океан». Ваше здоровье в надежных руках. Подробности по телефону 42419.